намастэ сайра мы находимся в гуан сейчас сегодня 4 декабря 2018 года по-моему 4 катя 4 сегодня и катя потерялась в общем меня очень часто спрашивают как тут люди живут как люди проживают на что живут если долго путешествует спросите возьмите у кого-нибудь интервью вот со мной здесь в гуан рядом снимает квартиру комнату снимает девушка молодая катя ее зовут вот и мы договорились что она сегодня мне и разрешит в ее комнате побывать у нас один холодильник на двоих на веранде вот на этой веранде вот холодильник а вот в этой комнате мы тоже жили с саши привет катюша это все по разрешению я к тебе не ловлюсь мы вчера еще договорились даже потому что иногда говорит ну как это так вот вырос врасплох застали человека нет в ростов не заставали не застала никого вот меня первым делом на мастер пока все дома точно в гостях у кати из минска вот первым делом что меня поразило я эту комнату снимала это первая комната которую мы у этой розе у бабушки снимали вот она была очень неуютно это ее в такой уютный уголок превратила и вот особенно я думаю как же так как же катя наковыряла дырок и повесила буду а это наклеечки до крючочек я просто случайно даже встретила как-то вот они мне попались на глаза и хорошо держит очень хорошо но я их сначала приклеила и там инструкция что нужно подождать сутки чтобы хорошо схватилась здорово отлично так а у меня была кровать а кстати ну это тогда мы потом поговорим говорю почему у тебя меню расскажешь потом почему у тебя меню вот кровать у меня была прямо вот к стенке придвинута а у тебя такой уютный уголочек получился прямо такая вот девочковый секрет такая комнатка как в детстве нам нравилось что было что-то отделенное это тумбочку это не тумбочка эта этажерочка такая ты сама купила она из досочек мы тоже я помню покупали рублей 300 стоило это повыше наверное она рублей 500 до не помнишь 400 я почти угадала как у тебя много лайфхаков тут очень-очень уютно но вот стенка у твоей кровати у меня нет мне так не сделать на может мы что-то придумаем вот у тебя флажки буддистки почему потому что я давно чуть больше года а то пишет они семейная религия сама выбрала мандала такая красивая сама рисуешь я разукрашиваю да уж представляю ну давай тогда уже да да глядим твою квартиру очень-очень хорошо ты тут все превратила вешалка 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 палка меня тоже ждала прямо с дырочками дырочками а там-то на какой ты крючок повесила это лежит мой чемодан он как бы тяжелый и рюкзак тоже они создают вес и вот ясно провела веревку вот как как можно жить обустроить свой быт уютненько даже если ты приехал ненадолго да вот ну вообще ты наверно смекалочка да ты меня кстати вдохновила я тоже сегодня уже думала что я куплю себе такую простынку и повешу буду или кого-нибудь повешу выберу завтра вот порядок навела я тоже рядышком ну пошли может быть тогда уже посидим побеседуем я хочу тебя поспрашивать как мы с тобой договорились как же тут молодежь вообще живет которая и путешествует значит не привязана к профессии какой-то к работе или сейчас многие работают удаленно я вот сделала вот такой салат много-много-много фруктов арбуз ананас манго киви чико клубника гранат яблоко гуд фо хэлс дарлинг вот ю лайк салат гуд фо хэлс давай разложи пока так дарлинг это будет наш такой ланч потом будет 2 ланч потом будет 3 ланч а ты перемешивай там же внизу ананасы я же делала слоями вот уберем уже кастрюлю это давай сейчас а фока дай ему фок пожалуйста самое оно в такую жару да что-то какие-то дни жаркие вроде бы туда и фо десемба урфа 4 декабря и вчера был жаркий день даже до самого вечера был жаркий а ты первый раз в индии 2 месяца давай вот так вот мы рассыпем просто давай всем за раздадим чтобы холодильнике не оставлять холодильнике есть свежие фрукты так пока сюда розе нас не заругает у нас очень хорошая хозяюшка у нас очень хорошая верандочка смотрите вот такой вид прямо пальмы кругом это немножко для сезона дождей и наверное от солнышка скрывает так катюш ну давай мне как представитель молодежи вообще мне сын говорит молодежь тебя не смотрит смотришь да ты в общем-то ты знала нас до того как мы сюда сейчас приехали увиделись смотрела канал да смотрела но я смотрела в минске потом уже приехал сюда интернет не всегда позволяет посмотреть на я посмотрела как вы получали паспорт как сюда приехали очень радовалась ты из минска сколько тебе лет 29 ты учишься работаешь если семья как к я отучилась получила ваше образование для корочки только была замужем развилась привела меня что-то сюда это зов индия позвала были какие-то еще другие страны нет или инди это россия была но я имею ввиду вот такая азиатская такая и первый раз ты насколько приезжала а где ты была мы жили получать сначала все алими вот один месяц а потом я жила еще в моржеме можем это здесь недалеко оба как хозяюшку нашу нашла я вообще просто из-за видео решила посмотреть вот вообще походить найти где вы жили ну и что-нибудь найти тысячи за десять тоже чтобы не очень дорого вот мы вместе с подружка пошли не искали что-то ходить ходить ничего не нашли это тоже не сразу нашла и потому что то опять-таки щелкнула завернулась сюда пришла смотрю о это этот дом я просто поднялась тут хозяюшка сидит я просто зашла спросить как что она мне сразу показала комнату и тут смотрю будда меня ждет я спрашиваю сколько действий но это как раз мой бюджет был как бы случайность но случайность непознанная закономерность я так всегда говорю наверное тебе надо было здесь у меня не будет но так сложилось я считаю что все складывается жизни вот так как оно должно быть для опыта ты надолго ты здесь останешься ничего не планирую на сколько виза на 6 месяцев если получится на 6 останусь не получится что у тебя там за работа что ты смогла так надолго уехать я работала в лавке экологически чистых продуктов продавцом вот аюрведа всяческую наверное там да аюрведа тоже было но в основном именно вот направлено на то что это выращено без пестицидов каких-то химических вот добавок то есть там было и рожь для проращивания машину ты всех такого типа зернышки было даже масла и вот собственного производства там они была усадьба экологическая то есть все так очень благостно интересно вот много денег не получала заработать но я как-то откладывал собирала собирала вот на билет у меня была из собой какая-то первая сумма чтобы можно было сюда приехать хотя бы на первое время снять сколько на первое время ты с собой привезла смелая девушка в одну сторону а так дают визу до с билетом в одну сторону хорошо но получила таки да я просто знаете если не привязываться результат что получил хорошо просто чем меньше ожиданий тем потом меньше разочарований и вот получается пила билет все у меня было на билет у себя потратила с собой у меня как бы еще есть сумма на карточек то есть если что на обратный билет то есть подушку безопасности и с собой у меня около 200 то есть если квартира 136 скутер я не водила еще то есть мне надо было такого снять и еды какую-то накупить ну вот самый приехал первый день и первый день мы поехали работать да вот хотела как раз уже начать себе немножко пытать подходить к самому интересному потому что я очень много получаю и частных личных писем и в комментариях мне пишут на что же там люди живут а проживу ли я а вот у меня вот никаких там нету таких особенных или там вот допустим я массажистка или еще я просто молода что я что я могу сделать там как я могу зарабатывать вот скажи мне как представитель молодежи чем тут вообще молодежь зарабатывает ну ладно мы нас даже на шутинге не зовут ищут до взрослых но даже мне потом телефон агента у тебя же есть до агент у меня есть получается группа в которых выкладывается объявление о том что вот еще на шутинг вот такой-то возраст еще девушка это в контакте это в телеграме вот и его цапе по моему тоже есть именно группы в которых вот состоят люди и там вот агенты выкладывают свои уже объявления индийские агенты или иностранцы русские русские но они сотрудничают как я поняла и с индийскими агентами просто ну значит первую первую твою подработку мы вычислили а ты наверное было было на шутингах да первую я просто приехал 5 октября подружка меня встретила мы с ней так у тебя два месяца ну надо за это выпить что за чай это иван чай с разными травами сказочный называется сказочный сейчас попробуем спасибо очень вкусно did you drink чай дарлинг а он фрукты наслаждается пока еще не успел чай какая первая работа здесь оставалась на сезон дождей подружка минская реальная подружка или виртуальная из минскому мы с ней дружим около 10 лет уже так что бывает что как бы брось бывает что вместе ну вот то есть я была в минске она была здесь полгода вот и я прилетела отоспалась и вечером ей там написали куда-то надо ехать и флайеры раздавать поехали одевайся там красиво накраситься там какой-то клуб вот и будем флайеры раздавать нет поехали сколько по времени это работа занимала где это где вы ходили вообще по пляжу нет мы поехали в бабу это вот южнее от нас от наших деревень туда вдали маркора на байке поехали на ее она мне повезла вот там был клуб мы стояли рядом у входа и раздавали флоры и говорили просто конкупати объясняли что там бесплатные напитки что-то в этом роде все точно не вспомнил вот нас там по моему угостили чем-то что-то типа напитков типа спрати что такое или мохито без алкоголя я-то не пью алкоголь там посидели так спокойно что-то в такой атмосфере легкой даже не поняла что вы работали вот заплатили сколько заплатили первая зарплата твоя индийская не буду обманывать ну по-моему тысяча рублей за несколько часов ну это неплохо мне кажется также я не знаю сколько конечно в москве в санкт-петербурге но не думаю что особо намного больше следующий раз мы поехали туда же по моему следующий день это наверно как выходным или к праздникам так что вот такая вот была интересная это это да твой первый опыт о шутингах шутинги я все равно ведь подозреваю что ты снималась шутинги это как как мне говорят что что же такое они на расстрел что ли есть потому что шут это по-английски расстрел но и вторая есть тоже перевод этого слова как съемки в фильмах и здесь все это называют шутингами актеров собирают на шутинге опять-таки помогла подружка получается тоже написали нужны были девушки сниматься в клипах причем почему-то но снимались один день но там было два певца каждого какая-то своя песня была и мы-то сначала под одной песни потанцуем потом под вторую вот там и у бассейна снимали ладно в одежде за бикини на сколько завод подтанцовочку эту подтанцовку 2000 заплатили целый день снимали где в главе морджиме сколько у тебя шутингов было муба и вы прямо в болливуд ездили и там что что было за шутинг там был шутинг снимали аэропорт и прибытие граждан вы были как бы американцами американкой а потом переодели даже полицейского за это больше заплатили у меня шкурный вопрос по моему нет всем одинаково заплатили там по моему по 2 500 мы получили плюс там кормили плюс транспорт два раза как шведский стол да мы снимались несколько раз в индийский фильм поэтому мы знаем самое самое главное это там начали приедешь и сразу на завтрак дорого нам оплачивали и плюс что еще значит а сколько на чем вы ехали вообще до мумбаи отсюда слипербаз до ночной там автобусик 700 километров нормальная дорога до одним елзо сказать что мы снимались даже не целый день там вот мы приехали вот утром часов девять и часов три может быть свободно да что ты и вас назад уже повезло очень легкий шутинг да мы еще пообеду нас уже повезли вообще да вообще шутинг предполагают там часов на 12 арендовывают актеров потом уже могут переплатить если ты дольше и в итоге у тебя сколько вообще шутингов было приблизительно 45 45 за два месяца так еще какие подработки у молодежи бывают ну вот это я считаю вообще это смелые люди которые взяли и попробовали пока молодые пока дети не висят на руках на ногах пока свободно можно как-то путешествовать но и не богатые поэтому между делом они все наши тут молодые люди что-то находят как подзаработать и я у тебя сейчас увидела как раз меню что сие покажи ну да вот как везде такие вот ресторанные меню паста и твоя задача моя задача перевести перевести под каждым под каждым я печатаю каждое наименование и потом к нему перевод нормально это легко тебе далось ты уже перевела сейчас я вот еще допечатываю сколько тебе времени дали на это я попросила пару дней чтобы спокойно никуда не торопясь сколько обещали значит одно меню я переводила за тысячу рупий я договорилась с этим меню мы еще так толком не договорились но ты мне отдавай флешку-то пока тысячи не дадут тысяча рупий это тысяча рублей практически по если русские смотрят то это да а как ты их находишь вот ты прям пошла заход да сами нашли как это молодец это ты какого-то туристического бюро до тоже это тоже тоже из морджима да тут турбюро ну тут на самом деле их много а флайеры там что там написано приглашают куда здесь по гуа где-то да попутешествовать и сама еще не съездила туда куда-нибудь с ними сотрудник этой фирмы или ты заплатила все-таки за эту поездку бесплатно да ну это вообще хорошо не знаю как насчет мумбаи хампи 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 перелет да наверно бесплатно не получится потому что перелет все равно надо оплачивать а разве они не ночным автобусом перелетами но в агру то наверное надо лететь потому что полтора суток как 40 до 36 часов от путтапарте до модели странно слушай ну здорово молодец в общем тебя будущих не пугает да потому что ты всегда знаешь что как под каждым кустом я и готов и корм и дом да в принципе нормально если позитивный настрой туда все хорошо но опять таки с розовыми очками так особо не походишь потому что надо трудиться если сидеть так и ничего не делать трудиться везде надо трудиться надо там и дома да но это живот гораздо интереснее ты ли это вот сейчас 5 декабря ты сидишь под пальмой ешь салат фруктовый сходила покупалась в океане попереводила что-то у себя бы в минске ты ну или ты какая-то другая девушка пошла бы по зиме одела бы шубу пошла бы в офис с девяти до шести и уже в темноте возвращаться домой но во всяком случае питерские в 7 вечера уже возвращаются в темени так то даже для тела для здоровья для организма гораздо наверное приятнее дышать океанским воздухом он и полезный мне даже мама говорит ты уже как-то даже выглядишь получше получше ты давно не ешь где-то вот с нового года я просто помню что прошлый новый год я пыталась себе приготовьте вегетарианские купила копченый тофу что-то такое безалкогольное вино то есть я помню что примерно с нового года может середина декабря это твой выбор это не навязанный выбор семьи что вот они вот сами вегетарианцы и ребенка уже так выращивают а ты сама я раньше была таким мясоедом вообще не представляла свою жизнь без мяса я могу отказаться от этого но я потом посмотрела фильм земляне просто перевернулся земляне это документальный показывают вообще все эти скотобойни выращивают всех этих животных бедных дальнейшие их судьбы это осознанный выбор вегетарианство как ахимса как ненасилия молодец здорово это хорошо отлично давай немножко поедим сейчас я может быть еще чего придумаю как тебя помочь давай там получается ну вот заходила просто раздавала свои эти эти парень там просто мне мой телефон то указано мне написал знаете индусы они тогда пишут девушкам просто я тебе хотел меню предложить предложить ну а боже ты мой хороший вот бывают уже хорошие неприлипчивые индусы и мы с ним договорились встретились вот хозяйка там кафе и договорились что переведу хозяйка тоже я индианка вот и 2 кафе там они соседи тоже мы с ними общались там с одним индусом он тоже такой добрый классно вот сами находятся возможности заработку то бишь ты свой нз неприкосновенный запас ты его в принципе не тратишь у тебя чуть-чуть потратила но это на благую цель да я тоже даже если куда уезжаю сейчас не на канале не говорю приехала и потом уже говорю вообще никому не говорю да да сразу чувствуешь прямо как куточки энергии отлетают куда-то как только растрезвонишь надо концентрироваться на этой цели можно рассказывать тем кто тебя поддержки допустим да она со мной она поддержит ну давай поедем приятного аппетита а ты уже уходишь на арбайт он югу инфор байт а хорошо ему заказали украшения кольца чтобы на заказ и видишь у него геленджик это у нас купили квартиру в нашем русском доме фото партия семья из геленджика и вот прям в последний день они меня увидели говорят мы смотрим ваш канал мы специально для вас привезли две футболки для саши и два полотенца вот те вот что у нас вон висят россия да да красавчик красавчик до свидания до свидания вот еще раз спасибо светлана и анатолий по моему я спросила последний момент ну красавчик красавчик все уже выходите из кадра мужчина у нас сейчас другая интервью с другой звездой не тяните одеяло на себя так катюш скажи мне пожалуйста а почему ты канал не открываешь тебя нет своего канала случайно так были мысли посмотри какая у тебя интересная жизнь ведь на самом деле тебе есть чем делиться почему люди открывают канал и если ты не знаешь чего сказать то в принципе и канал не будет иметь успеха наверное то чем ты занимаешься я думаю очень многие люди хотели бы попробовать приехать в индию пожить свободно где-то под заработать но у них нету белка побежала белка по крыше настоящее мы не пьем мы только иван чай я ничего не подмешивала нет нет нас и так штырит да и вон тайбринг а вот of money говорит в брюках были в кармане чё тут лотов-то господи несколько стольничков 200 рублевая и десяточки до держи отвлеклись немножко ну что не кажется ли тебе случайность непознанная закономерность раз ты оказалась рядом с блогером может тебе надо да может для этого ты я вот тоже вот в прошлый раз тут жил режиссер тоже тебе не кажется что энергетика уже намоленная очень даже известный вот и все для чего-нибудь нужно и мне вот моя подруга вот она говорила пора делиться пора делиться мне нечем делиться к тебе есть чем у тебя есть информация которую другие хотят знать поэтому я считаю что тебя тоже наверное есть чем поделиться так что это я бы тебе тут могла до могла бы какие-то советы если появятся в процессе какие мне давали девочки настоящие режиссеры мелочи до мелочи но они в принципе такие достаточно важные до загрузи программу тебя наверное там есть windows и киностудия самая простая можно конечно и более сложных сони вегаса вот давай придумаем тебе название канала вник не хочешь а ты уже придумала да отлично хорошо ладно а вот мы его зарегистрируем и снимем и пойдем и снимем видео вот так что то есть что то что то я тебя еще хотела спросить а я еще хотела по поводу работы сюда по поводу sunset маркета что если чем-нибудь владеете каким-то рукоделием что-то может плести какие-то украшения делать даже если просто чем-нибудь занимайтесь вот у меня ребята знакомые не фаер щеки вот крутят то есть можно выходить и в народ и это же так вот зарабатывать а как фаер щеки подзарабатывают а им потом за шоу донэшин до дают либо ходят вот с шапочкой либо опять-таки шутинги или какие-то мероприятия даже вечеринки зовут выступают даже у меня вот были туристы мои вот у них был день рождения прямо такой большой компании приехали сюда 19 человек по моему вот они просили организовать им фаер шоу я обратилась к своим знакомым ребятам и они прямо строили такой настоящий шоу всем понравилось и были в восторге да и так даже можно как здорово нет даже смотри а можно вот например люди приехали можно им даже свадьбу организовать невесту в саре обкрутиться какой-нибудь слоника привести слоники здесь водится я знаю что в одной экскурсии есть там вот видеть слоника вот там не есть сама мечтаю видеть слоник где-то даже благословляет хампе благословляет слоник ты к нему подходишь он денежку тебя 10 рублей берет отдает хозяин и хобот на тебя кладет обязательно съезде в хампе но вот теперь я тебе просто вот советую что вот буквально далеко долго не жди сегодня бери камеру какая у тебя есть есть телефон бери телефон и с ними свое первое видео да мне когда сказали что вот то что же ты сидишь ты у тебя вся жизнь это декорации говорю а как а как надо-то посмотри хоть любой канал на ютубе я посмотрела на следующий день взяла камеру вышла из дома и вот так вот говорила говорила чего-то на минут на 10 наверное однокадровое сделала сейчас же много всяких уроков как что на ютубе вот здорово в общем я даже очень рада надеюсь что я буду тут первым твоим подписчиком и если пока я здесь если ты его правда на самом деле откроешь я тебя даже немножко прорекламируем как воспользуемся не служебным положением а как вот мест местоположением раз уж нас так село вместе да вот отлично замечательно вот ну спасибо тебе большое как какие у тебя на вечер планы есть какая-то работа или вот это будешь продолжать переводить я продолжу перевод плюс нужно съездить уже опять-таки забрать деньги за предыдущую работу на чем ты ездишь на скутере ты до того не умела это не умела вот получается когда шестнадцатом году приехали с подружками с которой сейчас тоже она научилась тогда но я начала учиться он был слишком тяжелым для меня активе я прям завалилась с ним и потом у меня был просто страх перед этим передвиждой с кем-то я здесь могла то есть нормально а права нужны ну они нужны но как бы не нужны могут остановить даже если будут права то есть российского образца они не подходят то есть нужны международно по большому счету здесь да здесь и работать то нельзя мы здесь все работаем и шутинги это же все нельзя официально да это только те кто имеют бизнес визу но все работают полицейские знают они смотрят этот рынок торгуют иностранцы кто-то годами тут не выезжая сгоняли за визой в соседнее государство и заново и заново и заново и заново и поэтому это в принципе здесь не скрывается что люди все равно работают и живут как-то же надо жить не не мама же поддерживают удаленно работают вот им как бы позволяет все нормально без вопросов а если кто-то вот как допустим с этими даже экскурсиями то это нужно с осторожностью смотреть чтобы не было полицейских вокруг ну да интернет-магазины можно очень много я вот правда вот сама не высылаю если допустим если узнаешь как нельзя высылать таблетки все такое очень многие просят какую-то аюрведу я не знаю как это делается саре украшения всякие нет саре можно я говорю но я мы просто пока на этом не концентрируемся у нас украшение у нас интернет-магазин украшений серебряных я просто тебе как мало ли вдруг еще вздумаешь какие-то идеи тут как ты говоришь удаленная работа да здесь много интересных вещей которые хотят там купить на западе особенно аюрведа спасибо тебе моя дорогая вот желаю тебе открыть канал желаю тебе процветать и чтобы у тебя было много-много подписчиков и чтобы чтобы выжил youtube который который почему-то говорят что в мало ли вдруг марте закроют но ничего вот мы будем за него молиться и чтобы он тебе в итоге потом тоже приносил тоже был статьей дохода материально это тоже важно в этом мире весь мир материальный поэтому индийцы уважают энергию богини лакшми желаю тебе чтобы она тебя благословляла всегда спасибо